Сегодня мы вспоминаем двух великих святых. Святого праведного Иоанна Кронштадтского, покровителя Петербурга, Кронштадта, чудотворца, проповедника, благотворителя, просветителя. Этот священник Русской Православной Церкви обладал огромными дарами и талантами. И потому через 50, получается, считаю, 55 лет прошло после его кончины в 1909 году, и он был прославлен в 1964 году Русской Зарубежной Церковью. Русской Православной Церковью за границей, так правильно именовать. А мы прославили Русская Православная Церковь только в 1990 году, то есть 36 лет спустя. Ну, по понятным причинам, большевики и все остальное. Это был великий священник, чудотворец, настоящий святой при жизни, великие дарования Бог ему дал. Вот сегодня его память. А также их дать и богоносец, священобученик, пострадавший за веру, глава антиохийской церкви, святой Сирии, покровитель Сирии, православной ее части и всего Востока. Мощи его временно не пребывают. После вторжения персов они туда были переведены, перенесены. Тот самый младенец, которого, мальчик маленький, которого взял Христос на руки. Поэтому называется богоносец. Другая версия, что богоносцем его назвали за дары и таланты, которыми он обладал при жизни. Это духоносность, откровение. Он написал семь посланий церкви своей, епископом разным. Он был за то, чтобы все прислушивались к епископам, чтобы не было анархии, чтобы церковь была наша едина в иерархическом смысле, в духовном смысле. Поэтому сегодня особый такой день. Вас с ним поздравляю. Сегодня и других святых мы вспоминаем, но я хотел рассказать именно об этих двух. И о Некронштадтском и Игнатии Богоносце. С праздником вас, с праздником этих святых, память которых мы сегодня совершаем.